Сегодня рассмотрим один маленький плагин для WordPress, который я бы назвал потенциальным плагином. Называется он Chatrix, пара фраз на Аматрикс и служит собственно для того, чтобы запустить мессенджер матрикс прямо в теле вашего сайта на WordPress. А потенциальный он, потому что у него на данный момент 10 плюс установок, одна из которых моя. Находим плагин, еще раз, называется Chatrix. Устанавливаем и активируем. Собственно, на этом все. Теперь выбираем любую страницу, куда хотим добавить чат и на странице выбираем место, где, как нам кажется, стоит его разместить. Добавляется он через блоки, можете воспользоваться поиском и все. Здесь я уже авторизован, но сейчас покажу, как будет выглядеть во вне авторизованном состоянии. Выглядеть будет вот так. Вам предлагают sign in, то есть войти. Указываете сервер, где у вас расположена учетная запись. Напомню, что матрикс – децентрализованный протокол. По самому популярному мессенджеру на матрикс под названием элемент у меня есть целый курс, ссылка в описании. Матрикс я очень люблю и уважаю. Указываем юзернейм и пароль и авторизовываемся. Этот шаг, конечно же, вызывает вопросы по безопасности, на которые у меня нет ответа. Плагин настолько неизвестный, что нарыть по нему что-то я не смог. Как тут решается вопрос с безопасностью – неизвестно. Мне просто понравилась идея, в том числе популяризирующая матрикс, и я решил сделать скринкаст. Скорее как о потенциальном плагине, чем как об актуальном, и который я бы советовал ставить и пользоваться. Но как потенциальный он выглядит вот так. Тут ваша учетка и ваши чаты, в которые вы можете писать прямо с сайта. А также добавлять аудио, видео и файлы. Сообщение приходит в ваш мессенджер и отсюда туда. А в другом браузере я авторизовался с другого аккаунта, и тут у нас такая же история. Просто мессенджер, где вы также можете просто переписываться. Единственное, при авторизации он не подтягивает автоматом историю переписки. Она является зашифрованной, и для того, чтобы ее расшифровать, вам нужно ввести security key или security phrase. Вводите сюда, нажимаете set up. Но еще раз, и я никакой гарантии по безопасности вам в данном случае не даю. Хотя и пугать не собираюсь. Просто еще раз, про этот плагин пока ничего не известно. Если вдруг им начнут активно пользоваться, появится какой-то аудит по безопасности, которому можно доверять, и тогда пожалуйста. Сейчас это скорее фан, который лишний раз демонстрирует утверждение, что open source хорош своими энтузиастами. Появится хороший продукт, появятся и продолжатели, и развиватели. На то он, собственно, и open source. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Воволомов и Теплица социальных технологий.